В качестве полезной нагрузки для будущего январьского испытательного полета Falcon Heavy будет использоваться красная Тесла. Она отправится напролет мимо Марса, и во время старта в ней будет играть песня Дэвид Боуи «Space Oddity». И это все не шутка. Привет, ты смотришь космический плейлист, и я все еще в это не верю, но я записываю ролики, и это 27-й выпуск космического плейлиста. Ток-шоу о том, как человечество покоряет космос, а еще у нас музыка есть. 28 ноября с космодрома Восточный состоялся второй пуск. Ракета-носитель «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» несла на себе гидрометеорологический спутник «Метеор-М» и еще 18 малых спутников разных стран. Спустя 4 часа стало ясно, что спутники не вышли на расчетную орбиту, а затонули где-то в Атлантическом океане. И что об этом думает Оля Землякова? Твою мать! Согласен. Через две недели комиссия, расследовавшая неудачный пуск, выявила причину аварии. Я постараюсь пересказать суть проблемы, но основываться я буду на статье Филиппа Терехова с Geek Times. У него вообще много классных статей, я ссылку оставлю в описании, можете ознакомиться. По сути, разгонный блок «Фрегат» — это еще одна ступень ракеты «Союз». Она включается на последнем этапе выведения спутника, отводя его на нужную орбиту. Она имеет отдельную собственную систему управления и запас топлива, что делает ее очень удобным и эффективным инструментом, повлощающим эффективность всего запуска. Этот пуск был первым пуском «Фрегата» с «Восточного». И это важно. Система управления «Фрегата» и «Ракеты «Союз»» строят для себя направление полета с учетом максимальной эффективности, места старта и координат того места, где нужно оказаться. Это похоже на то, как вы строите маршрут в «Навигаторе». Систему управления для «Фрегата» писали 20 лет назад, задолго до того, как был построен космодром «Восточный». Никто этого не предвидел, но оказалось, что в том месте, где стоит космодром «Восточный», с этими координатами, которые были введены для «Фрегата» и для «Союза», появляется трехпроцентный люфт, в котором система управления строит разные маршруты. И это произошло. И что это такое? Халатность? Брак? Божья кара? Нет, это закон подлости. Просто в этой точке земного шара этот разгонный блок «Фрегат» и эта ракета-носитель «Союз» с введенными этими координатами построят такие маршруты, которые будут несовместимы с удачным пуском. Никто этого не предвидел. Версия с тем, что перепутали космодромы немножко натянутая. Вернее сказать, что на Байконуре не возникало той ошибки, которая возникла на «Восточном», вот эти самые 3%. Эту ошибку обнаружили, да, таким путем, но обнаружили, теперь ее возникать не будет. Как-то не парадоксально, но такая авария говорит о высокой надежности современной космической техники. В прошлом году на предстартовой подготовке ракеты Falcon 9 от компании SpaceX произошла сложная цепь событий, повлекшая взрыв. Глава компании тогда писал в Твиттере, что ничего подобного в истории космонавтики еще не случалось. Подобная авария на «Восточном» настолько необычна, что могла произойти только в этом месте и в таком виде. А экипаж Международной космической станции приготовил пиццу. Занятно, что приготовлением национального итальянского блюда руководил астронавт Европейского космического агентства «Итальянец» Пауло Несполи. Помогали ему российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский. Астронавты НАСА Рэндалл Бресник, Марк Ван Дехай и Джозеф Акабо. Считаю, что глядя на то, как экипаж Международной космической станции готовит увлеченно, пиццу дружно. Может быть, здесь нам на Земле есть о чем еще подумать? Blue Origin успешно провела испытания суборбитального корабля New Shepard второй версии. 13 декабря новая многоразовая ракета стартовала с полигона в Техасе и подняла на расчетную высоту в 100 километров капсулу, в которой, по задумке авторов проекта, будут находиться космические туристы. После этого капсула спустилась на Землю на парашютах, приземлившись через 10 минут полета, а ракета совершила управляемую двигателями вертикальную посадку. По словам авторов проекта, иллюминаторы, которыми оснащена капсула, являются самыми большими в истории космонавтики. В этот раз на борту находился испытательный манекен, который назвали Скайуокер в честь персонажей из «Звездных войн», и приборы, отслеживающие все изменения, происходящие в капсуле. С ноября 2015 по октябрь 2016 года Blue Origin уже провела успешных пять испытаний и планирует первые полеты с людьми на борту уже на первую половину 2018 года. Двигатели Voyager 1 запустили спустя 37 лет. Voyager – это удивительное космическое достижение, встающее в один ряд вместе с первым спутником, полетом Гагарина, первыми шагами по Луне. Запущенные 40 лет назад два аппарата этой миссии летают на горизонте Солнечной системы, являются самыми удаленными рукотворными объектами и до сих пор становятся поводом для новостей. На одном из аппаратов осенью требовалась коррекция положения. Вот только двигатель коррекции, который планировали использовать, сильно деградировал, и был риск потерять аппарат навсегда. Специалистам НАСА пришлось задействовать реализированные двигатели, которые не использовались с 1980 года, когда аппарат завершил маневр возле Сатурна. Сигнал от Земли до Voyager шел 20 часов, и, о чудо, двигатель заработал спустя 37 лет. Вот мне интересно, а если запереть машину в гараже на 37 лет, потом, ну, как бы заправить ее, окей, и попробовать завести, она заведется с первого раза? 12 октября при анализе данных с американского телескопа Pan-STARRS произошло долгожданное открытие. Первый межзвездный объект в Солнечной системе. Оа-Муа-Муа, а именно так назвали межзвездного гостя, имеет необычную форму. 400 метров в длину, 40 метров в ширину. Не имеет коментной активности, вращается с периодом 7 часов и обладает очень переменчивым блеском. Как писали астрономы, занятые в этом проекте в журнале Nature, Данное открытие позволит изменить алгоритмы сортировки, категоризации объектов Солнечной системы. И, возможно, в будущем мы сможем еще больше и больше открывать межзвездные объекты. И это круто. Оа-Муа-Муа, господи, какое у него сложное имя. Почему они его так назвали? Кстати, Оа-Муа-Муа переводится как гость. Так вот, Оа-Муа рассказывала и моя коллега Оля Землякова на своем канале. Ссылку я оставил в описании, можете ознакомиться, посмотреть. Но что гораздо более важнее, обязательно скачайте, послушайте наш подкаст. Там и я, и Оля, еще пара моих друзей. Мы обсуждали вот эту новость. Полу-выпуска посвятили этой новости об этом межзвездном госте. Высказали несколько интересных идей. Да и вообще получился довольно такой ламповый, хороший выпуск. Друг это космический корабль, который, знаешь, дезориентирован. Он маскируется. Он маскируется. И там, ребята, знаешь, я представил, что, знаешь, когда я был маленький, мы катались на дачу в деревню. У нас было, со мной каталось много моих братьев и сестер в одной машине. И нам родители говорили, когда мы приезжали в пост ГАИ, прыгнись. Ну да, да, значит. Чтобы не штрафовали. Что если инопланетяне на этом космическом корабле прыгают в солнечный сестер? Ребят, тихо. Сейчас пролетим, незаметно. Скачай, послушай по дороге в институт, на работу. Я уверен, тебе понравится. Ссылка в описании на здоровье. Космический плейлист выходит за счет моего энтузиазма и людей, которые поддерживают меня на сервисе Patreon. Вот, например, за первые деньги, которые я получил с Patreon, вот, приобрел петличку. Кстати, скажите, как вам звук в этом ролике? Он должен отличаться от предыдущих роликов, быть более качественным. Вот, например, я сейчас могу уйти из кадра, и вы все еще меня слышите так, как будто я рядом с вами, а я, между прочим, ушел уже в другой конец комнаты. И я хочу сказать большое спасибо людям, которые меня поддерживают. Вот они, вот эти ребята. Ребят, спасибо вам большое. И если ты хочешь попасть сюда, поддержать космический плейлист, первая ссылка в описании специально для тебя. Спасибо. А в конце, как всегда, я рекомендую послушать вам крутую музыку. И сегодня это Белка Бэнд. Это московский коллектив с международным составом из 15 человек, исполняющий раскатистый поп-фанк, богато украшенный элементами из диско, соула, хип-хопа. В описании под видео вы найдете ссылки на сегодняшних музыкантов, на Олю Землякова, Филиппа Терехова, на все озвученные сегодня новости, на подкаст, обязательно скачай подкаст, на поддержку канала. И увидимся с тобой, наверное, уже в следующем году. С Новым Годом! Пока! И я рад, что разделяю с тобой одно время и одну планету. Субтитры сделал DimaTorzok